Европейский Союз вместе с Великобританией может уже в июле принять ответные меры на введенные США пошлины на импорт стали и алюминия из стран ЕС. Об этом агентству Reuters накануне заявила Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём. По ее словам, полностью европейское расследование по вопросу введения американских тарифов может занять 9 месяцев. Также Евросоюз намерен запустить юридические процедуры против пошлин в рамках ВТО. Напомню, решение президента США Дональда Трампа о введении сбора в размере 25% на импорт стали и 10% на алюминии вступило в силу 1 июня. Как реагируют рынки узнаем из экономики дня. Слово моему коллеге Андрею Лоптенку. Спасибо, Полина. Риск торговой войны одна из главных тем разговоров среди журналистов-экспертов. Похоже на открывающемся в пятницу саммите Большой Семерки. Вместо запланированных тем обсуждения чистой энергии и равноправия полов, разговор пройдет о финансовой дискриминации самих стран G7. Введенные Трампом пошлины на стали и алюминий больно бьют по членам клуба Большой Семерки, ближайшим союзникам ЕС и Канаде, которая председательствует в Семерке и выступает хозяйкой встречи. Все шестеро министра финансов, пострадавших от США стран, накануне саммита тщетно пытались снова достучаться до Трампа. Евросоюз и Канада угрожают ответными мерами, если Трамп не изменит курс в отношении новых пошлин на стали и алюминий, а Мексика уже действует. Со ссылкой на источники Reuters сообщает, что Мексика введет пошлину в размере 20% на импорт свинины из США в ответ на американские пошлины на стали и алюминий. Представители Ассоциации производителей свинины Мексики не ожидают роста цен на свинину в этой связи, поскольку у поставок из США есть много альтернатив. Каков будет размер пошлины, пока неизвестно. Эксперты рынка нефти фиксируют растущее число сигналов, говорящих о том, что цены на нефть уже оказывают негативное влияние на экономический рост, особенно в Азии и Южной Америке. Забастовка дальнобойщиков, протестующих против цен на топливо в Бразивии, затормозила экономику, прервав экспорт соевых бобов, кофе и куриного мяса. В Индии цены на дизельное топливо и бензин побили многолетние рекорды. Это привело к требованию того, чтобы правительство сократило налоги и ограничило цены на топливо. Правительство Таиланда, Вьетнама и Индонезии внедрили или планируют увеличить субсидии на топливо для защиты потребителей от последствий роста цен на нефть и падения национальных валют. Впрочем, сегодня цены на нефть падали. Фьючерсы августа на бренд подешевели на 1,5% до 74 долларов и 15 центов за баррель. Определяющие значения для рынка будут иметь итоги предстоящего заседания ОПЕК, которое пройдет 22 июня. Индустриальный парк «Великий камень» и Европейский банк реконструкции и развития заключили меморандум о взаимопонимании. Заключение документа состоялось во время визита в Беларусь вице-президента Европейского банка реконструкции и развития Алана Пию. В соответствии с программой визита накануне подписания меморандума прошли переговоры министра иностранных дел Владимира Макея с вице-президентом банка, во время которых стороны подтвердили заинтересованность в развитии дальнейшего сотрудничества Беларуси и банка. На белорусской валютно-фондовой бирже доллар и евро отметились ростом, российский рубль подешевел, курсом на завтра доллар США 2 рубля, евро 2.34, 100 российских рублей 3 рубля, 23 копейки белорусского. Курсы обновятся завтра около полудня. Спасибо, Андрей. Вот такой была экономика дня с Андреем Лоптенком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова